Для того, чтобы вести продуктивную, благословенную, упорядоченную жизнь, нам нужна дисциплина. Если мы желаем благословения и порядка, если хотим, чтобы в нашей семье царили благословения и порядок, чтобы в обществе царили благословения и порядок, чтобы в нашем народе и стране царили благословения и порядок, и продуктивность, нам обязательно нужна дисциплина. Поймите это. Если мы хотим быть сильными, несгибаемыми, перед лицом трудностей, продуктивными для Царства Божьего, нам нужно научиться дисциплине. А что такое дисциплина? У каждого из вас уже есть некое представление об этом. Дисциплина — это тренировка, зачастую корректировка, цель которой — овладеть каким-то навыком. Хорошее определение. Тренировка, которая нередко включает в себя исправление, а иногда и наказание с целью овладеть каким-то навыком. Дисциплина нужна нам для продуктивной, благословенной и упорядоченной жизни, если мы желаем благословения и порядка, «Если хотим, чтобы в нашей семье царили благословение и порядок, чтобы в обществе царили благословение и порядок, чтобы в нашем народе и стране царили благословение и порядок, а еще и продуктивность, нам нужна дисциплина». И вот почему она так важна и людям, и процессам свойственны движения, от порядка к хаосу, от контроля к бесконтрольности. Поэтому Бог учит всех нас дисциплине, чтобы мы не скатывались к хаосу и отсутствию контроля. Источник дисциплины — это сам Бог. Он обучает, наставляет и исправляет нас, чтобы уберечь от упадка. Дети Божьи знают это на личном опыте. Всем, кто следует за Небесным Отцом, достаточно давно, прекрасно известно, Он дисциплинирует Своих детей. Если вы знаете об этом, скажите «Аминь». Когда мы начинаем смещаться от порядка к беспорядку, или от послушания к непослушанию, от контроля к бесконтрольности, Он дисциплинирует нас, исправляет, чтобы вернуть на путь истинной. И в Писании сказано, что Слово Божие полезно для исправления, для наставления в праведности и обличения. Оно возвращает нас к истине. В послании к Евреям, 12 главе, 6 стихе сказано, «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Так что Писание подтверждает это. Мы нуждаемся в дисциплине. И Небесный Отец нас дисциплинирует и наказывает всякого сына, которого принимает. Так сказано в Библии. Нам нужна дисциплина от Небесного Отца. Если вы считаете, что Господь добр, Его исправление нам во благо, скажите «Аминь». Поэтому всем родителям стоит запомнить, Бог не только показал нам пример отцовского исправления. Писание также учит нас дисциплинировать своих детей. Посмотрите, что сказано в книге «Притчи», а в 22 главе, 15 стихе. «Глупость привязалась к сердцу юноши». Остановимся здесь ненадолго. Каждый опытный родитель доскажет на это «Аминь». Глупость словно привязана к ребенку, интегрирована в его сердце. Глупость — это бунт против порядка, против наставлений. Это отрицание всякой власти. «Так вот, глупость привязалась к сердцу юноши». Став родителем, мы очень быстро замечаем, как только ребенок начинает ходить и говорить, в его словах и поступках появляется глупость. Все как в Библии. Глупость привязалась к сердцу юноши. Но, и вот тут стоит посмотреть на данный стих еще раз. Но исправительная розга. В другом переводе «розга дисциплины» удалит ее от него. «Аминь». Исправительная розга или «розга дисциплины» на греческом буквально означает «гибкий пруд». Многие из вас возразят. Пастор, мы живем в современном обществе. Я считаю, что родители не должны лупить детей. Нужно использовать все прочие методы воспитания, кроме телесного наказания. Спешу вас заверить методов наставления и наказания. Ребенка действительно очень много. Но скажу вам честно, если в редких случаях, особых случаях, вы со всей любовью примените исправительную розгу к семени праведности, это поможет вашим детям избавиться от глупости. Аминь. Уверяю вас, а вы же понимаете, я не говорю о жестокости. Я говорю о тех родителях, которые любят своего ребенка и заботливо его дисциплинируют. Итак, Бог — добрый отец, и Он нас наказывает. Он учит, как привить дисциплину и детям. Но ведь нужна она не только им. По своей милости Господь учит нас сам о дисциплине. Давайте-ка посмотрим, что Библия говорит нам во 2-м послании Тимофею, 1-й главе, 7-м стихе. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но Бог дал нам духа святого, живущего в нас». Это дух силы, любви и целомудрия. Целомудрия — это самоконтроль, самодисциплина. Итак, Библия говорит, что Бог нас дисциплинирует. Он учит, как привить дисциплину и детям. А кроме того, Он дает нам святого духа, чтобы мы могли проявлять самодисциплину. Видите, как высоко Писание ценит дисциплину? Хочу прочитать отрывок из Нового Завета. 1-е послание Коринфянам, 9-я глава. Послушайте, как описывает дисциплину, необходимую для победоносной жизни апостол Павел. Это 24-й стих. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Только один бегун пересечет финишную ленту. Так бегите», — говорит он, — «чтобы получить. Бегите так, чтобы прийти первыми». И как же это сделать? 25-й стих дает нам на это ответ. «Все подвижники воздерживаются от всего. Все для получения венца от тленного, а мы не от тленного». Павел говорит, «И потому я бегу не так, как на неверное». То есть, «повдохновение». «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». То есть, «не хаотично». Но 27-й стих. Он говорит не о земных забегах. Они были лишь иллюстрацией жизненного пути верующего. Павел говорит, «Но усмиряю, дисциплинирую и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Бог есть Бог дисциплины. Он усмиряет народы, наставляет своих детей, учит нас, как привить дисциплину детям. Он дает нам Святого Духа, чтобы мы могли проявлять самодисциплину. Итак, внимание. Кто меня слушает, да скажет сейчас «Аминь». Жизнь в Божьей славе неотделима от дисциплины. Вы не сможете прославить своей жизнью Господа, если не научитесь дисциплине в силе Духа Святого. Кстати, в Библии есть одно слово, которое описывает христианин. В греческом оно имеет тот же корень, что и у слова «дисциплина». И слово это «ученик». Когда Библия говорит, что мы должны стать учениками Христа, она подразумевает, что мы должны проявлять дисциплину. Ученик — это тот, кто учится. Студент. Он получает знания, наставления и исправления, чтобы стать похожим на своего наставника. Если мы хотим быть сильными, если хотим выдерживать все жизненные тяготы, если хотим исполнить свой долг, то мы должны жить дисциплинированно, как Ниемия. Давайте обратимся к четвертой главе книги Ниемии. Мы поговорили о широком понимании дисциплины. А теперь давайте посмотрим, как конкретно Ниемия и весь народ ее продемонстрировал. В этой главе описаны серьезные трудности. Когда начался проект восстановления стен Иерусалима, не все этому обрадовались. Пожалуйста, запишите. Божий народ столкнулся с заговором противников их дела. Многие не хотели, чтобы стены Иерусалима были восстановлены. В четвертой главе упомянуто четыре человека, за которыми стояли целые народы. Они активно противостояли тому делу, в которое Ниемия вел свой народ. Посмотрим на первый стих. В нем упомянуто имя первого человека, Саннавалат. Когда услышал Саннавалат, что мы строим стену, нам кое-что известно о Саннавалате. Он был самаритянином, так сказано во второй главе. Из светских источников мы знаем, что он был правителем Самарии. А эта область расположена к северу от Иерусалима. Итак, первый, кто противостал строительству, был Саннавалат. Затем в седьмом стихе говорится о втором человеке по имени Товия. Когда услышал Саннавалат и Товия, мы знаем, что Товия – амунитянин, потомок Амун. Он стал союзником Саннавалата и самаритян. Амунитяне обитали на востоке от Иерусалима. Итак, Саннавалат и Товия. А в седьмом стихе упомянуты Аравитяния. Когда услышал Саннавалат и Товия и Аравитяния, если вернуться ко второй главе, девятнадцатому стиху, там мы уже слышали об Аравитянах, услышав это, Саннавалат хоронит и Товия, амунитский раб, и Гешем – аравитянин. Аравитяния – это племена бедуинов, предводителем которых был Гешем. Они жили на юге от Иерусалима. И, наконец, в седьмом стихе четвертой главы мы видим четвертый народ. Саннавалат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азетяне. Азетяне – это филистимляне. Азот – один из пяти городов филистимских. Этот город расположен, был на побережье Средиземного моря, и примерно в 60 километрах к западу от Иерусалима. Только подумайте, Неемия начинает проект по восстановлению стен во славу Божию, ради благополучия его народа. Он исполняет свой долг. И тут же приходит вся эта оппозиция. Саннавалат – с севером, Товия – с востока, Аравитяне – с юга, и Азавитяне – с запада. Посмотрите на восьмой стих. «И сговорились все вместе пойти войною на это дело и разрушить его». Враги в прямом смысле наступали со всех четырех сторон. Стихи 1, 2 и 3 говорят нам, что эти четыре врага сердились и досадовали. Они насмехались над иудеями. Восьмой стих. «Они сговорились пойти войной против них и помешать». Одиннадцатый стих сказано «Перебьем их». Мы зайдем незаметно и нападем на вас внезапно. И когда мы вас убьем, работа прекратится. Противники пришли в боевую готовность. То же самое происходит и с нами сегодня. Но оппозиция была не только внешней. Неемия и жители Иерусалима сражались еще с разочарованием и страхом, которые закрадывались в их сердца. Взгляните на десятый стих. Там описана их внутренняя борьба. Но иудеи, жители Иерусалима, сказали «Ослабела сила у насильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену». Они начали проект, но в процессе поняли «Господи, ну как же нам его завершить? Он такой большой». Все казалось таким трудным и невыполнимым. Двенадцатый стих. «Когда приходили иудеи, жившие подли них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они нападут на нас». Другими словами, «Враги на севере, юге, западе и востоке, куда бы ты ни пошел, но тебя нападет враг». Возлюбленные. Все мы встречаемся с похожей оппозицией. Если мы живем ради Божьей славы, мы столкнемся с трудностями и разочарованием, будь то в семейной жизни, воспитании детей, в общении, с соседями, на учебе или в работе, когда ты стараешься быть послушным Богу, а в одну из сфер приходит противостояние, какие же шаги нужно предпринять, чтобы проявить дисциплину и исполнить то, к чему призвал нас Господь? Я дам вам несколько коротких советов, прежде чем закончиться. Если вы хотите проявить дисциплину и жить в победе, тогда, во-первых, нужно сделать следующее. Запишите это себе. Продолжай свое дело. Проще быть не может, просто не останавливайтесь, чего бы это ни касалось. Если вы в браке, оставайтесь в нем. Вы не можете вернуться в прошлое и что-то исправить. Но если вы уже в браке, продолжайте любить. Если вы испытываете трудности в других отношениях, просто продолжайте их строить. В какой бы сфере враг против вас не выступал, просто продолжайте действовать. Не бросайте. Если вы студент, и все вокруг забыли о нормах морали и ведут такой образ жизни, который не угоден Иисусу, а вы хотите остаться с Богом, не сдавайтесь, продолжайте. О, меня так впечатляет стойкость Ниемии и народа. Помните, на прошлой неделе мы читали, как во второй главе Ниемия обратился к народу. Посмотрите, в каком мы состоянии. Давайте встанем, восстановим стены. Это 17 стих. А вот в 18 стихе народ ответил, будем строить. Давайте сделаем это. Посмотрите теперь на следующий, 19 стих. Услышав это, Саннавалат хоронит, Хоронит, Китовия, Аммонитский раб и Гешем, Аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете. Как только мы начали строить, они стали насмехаться над этой идеей. Во второй главе мы строим, приходит противостояние. В третьем мы строим, приходит противостояние. И вот 4 глава 6 стих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. Седьмой стих. Когда услышал Саннавалат и Товия и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азатяне, мы продолжали строить стены, а они продолжали противостоять. Суть, понимаете? Народ начал строить, враг начал наступать, они продолжали строить, враг продолжал наступать, они продолжали строить, враг злился еще сильнее, они продолжали строить, враг рассверепел, они просто не прекращали строить. Вот откуда рождается дисциплина. Просто продолжай свое дело, не бросай его. Кому-то нужно это услышать. Возможно, ты готов все бросить. Жизнь преподнесла тебе много трудностей, и ты готов сказать, «Ай, больше не могу, я сдаюсь». Так вот тебе слово отними, продолжай свое дело. Послание к Ефесинам, 6 глава, 13 стих говорит, «Все преодолев устоять». Послание к Галатам, 6 глава, 9 стих гласит, «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Продолжайте делать, оппозиция нападает, продолжай строить. Враг приходит и говорит, «Не получится, а ты продолжай делать то, к чему призвал тебя Бог». Дисциплина. Это продолжать делать. Мысль номер 2. Промаливай свое дело. Промаливай. На прошлой неделе мы обратили внимание на молитву Неемии в 1 главе. Как только он услышал о бедствиях Иерусалима, он упал на колени и стал молиться. Но заметьте, что в 4 главе Неемия продолжает молиться. Вот его дисциплина. Продолжайте строить, продолжайте строить, сражайтесь и стройте, продолжайте строить. Строительство сопровождалось молитвой все время. 4 глава, 4 стих. «Услыши, Боже наш, враг восстает, насмехается над нами, ничего у вас не получится, Бог, ты нужен нам». 9 стих той же главы. Начнем даже с 8-го. «И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его, и мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Возлюбленные, если вы хотите продолжать дело, нужно его промаливать. Повторю еще раз, если хотите дойти до конца, нужно этот путь промаливать. Если вы будете молиться за сложного человека, супруга или кого-то еще, столько же, сколько вы его критикуете, тогда вы продержитесь в отношениях гораздо дольше. Нужно молиться вместе с детьми, а не только за детей. Молиться вместе с супругом, а не только за него. Нужно молиться вместе с церковью, а не просто ее посещать. «Промаливайте свое дело». Как гласит старый гимн, «Друга, я нашел в Иисусе». Как часто мы покои теряем и страдаем от боли зря, только потому, что не приносим все Богу в молитве. Хотите дисциплины? Продолжайте свое дело. Промаливайте дело. Ну и третье и последнее на сегодня. «Сражайтесь за свое дело». Сражайтесь. Мне нравится, как в стихе 9, 14, 17 и 18 Ниемия повторяет. Мы решили, что за это стоит сражаться. Прежде всего, за безопасность Иерусалима. В 9 стихе, услышав об угрозе, Ниемия сказал, «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью, поставили стражей, которые осматривали горизонт, не приближаются ли враги для спасения от них». Кстати, это важная составляющая битвы за свой брак, за семью, за церковь, за справедливость. Отвести взгляд от себя любимого и посмотреть на горизонт, увидеть угрозы со стороны врага. И 14 стих говорит, «Мы решили, что стоит сражаться за наши семьи». «И осмотрел я и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните, Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои». Мне нравится, что говорит Неемия. «Вы сражаетесь за стены, за город, за народ, вы сражаетесь за своих детей, за свои семьи. Решите, за что стоит сражаться». Затем в 17 и 18 стихах сказано, «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, в одной руке держал строительный инструмент, а другую держал этот человек копье». Вот как я это себе представляю. Человек приносит один камень, кладет его у стены, затем берет меч и идет за следующим. Кладет меч в ножны, берет камень, несет его, вынимает меч, отправляется за следующим, кто-то смешивает раствор. Вы знаете, как кладется каменная стена? Человек готовит раствор, перемешивает его палкой, а в другой руке держит меч. Тот, кто укладывает камни, в одной руке держит мастерок, а в другой — копье. Не прекращай свое дело, пока ведешь войну. Строй и сражайся одновременно. Есть вещи, за которые стоит сражаться. Я думаю, это слава Божия, честь Его имени. Благополучие Его народа, благословение всей нашей семьи, всего нашего общества и церкви. Вот за это стоит сражаться, и мы будем это делать, безусловно. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодня программу «Вечная истина». Я, как и вы, желаю иметь ту же дисциплину, что была у Ниемии. Нельзя упускать из виду цель, к которой мы стремимся. Нужно оставаться верным делу и трудиться до тех пор, пока Бог не завершит тот проект, к которому Он нас призвал. Ниемия был верен. Сможем и мы. Пусть Господь дарует нам свою благодать. Стать людьми великой дисциплины в том деле, в котором Господь предназначил нам исполнять. Надеюсь, эта программа вас ободрила. Я жду вас на следующей неделе. Здесь же, на Вечных Истинах. Если я могу вам как-то помочь, напишите мне на нашем сайте pastordyx.org. Мы ждем ваших писем и сообщений. Субтитры создавал DimaTorzok